Всем доброго дня! У нас с вами очередная лекция нашего курса по ступеням магического посвящения. Мы уже с вами почти на самой вершине. Вступаем сегодня на предпоследнюю ступень, шестая ступень, первая часть. Это такая очень важная трансформирующая ступень, потому что, скажу вам честно, в системе герметического ордена Золотой Зари первые четыре посвящения, соответствующие четырем нижним сиферонтам, они же у нас относятся также с четырьмя стихиями, в сущности рассматривалось как некое такое одно посвящение. Это были четыре части некой такой долгой посвятительной церемонии. Вот. И как раз вот эта вот шестая ступень, ступень владыки путей к вратам, ведущим в усыпальницу адепте. Собственно, усыпальница адепте, это, понятно, у нас Тифарет. Да, то есть здесь эта степень, она как бы не соотносится ни с какой из сифер, но она условно, очень так условно, ее можно соотнести с завесой паракет. Есть такой образ завесы, которая расположена как раз перед Тифарет и отделяет. Ну, некая завеса, я всегда вам говорил, это такое своего рода трансформирующее препятствие. То есть мы должны совершить некое усилие над собой, вот, и преодолеть это препятствие, и через преодоление этого препятствия мы сами трансформируемся, мы сами изменяемся, да. То есть, да, конечно, мы с вами изменялись, и когда там переходили, там, от Малкут к Исот, от Исот к Ход, от Ход к Ницах, но это, если угодно, были такие количественные изменения, то есть, как бы, вот, накапливался наш такой магический багаж, а теперь уже пришло время, чтобы количество перешло в качество, чтобы мы с вами, как бы, совершили некую такую генеральную трансформацию и стали действительно посвященными. Тифарет, напомню вам, она соотносится со степенью адепт, младший адепт, а адепт – это уже достигший, достигший чего? Ну, разумеется, достигший посвящения. Ну, и еще раз хочу вам сказать, что, естественно, у нас, как бы, первая, опять же, первая часть Древа Жизни, первые четыре сефиры, они, как бы, посвящены нашему рождению, ну, смерти, конечно, тоже, да, то есть, мы умираем для профанного мира, и мы рождаемся, рождаемся в новом магическом мире, и вот здесь мы, как бы, это сказать, степ-бай-степ, шаг за шагом формируем новое магическое тело, да, новую, новую магическую личность, мы же с вами, там, принимаем некое магическое имя, либо, там, магический девиз, и, проходя по вот этим четырем сефирам, мы, как бы, очищаем, очищаем составные части нашего тела, да, вот себя очистили землей, потом воздухом, водой, огнем, то есть, как бы, да, вот все эти части у нас сохраняются, но это уже, как бы, мы считаем, что мы проработали все эти четыре стихии, вот, и теперь мы с вами, как бы, готовы к тому, чтобы принять в себе божественную пятую стихию, квинтэссенцию, дух, вот, ну, символ духа, это колесо, колесо с семью спицами, да, ну, понятно, вот, колесо, круг, это, ну, такая, как считали древняя, такая универсальная магическая фигура, которая не имеет ни начала, ни конца, это символ божественности, ну, поэтому-то, к примеру, в каких-то магических ритуалах мы помещаем себя в центр круга, мы, как бы, вот, соединяемся в нем с Богом, убираем в себя божественную энергию и вершим дальше нашу работу о божественной энергии, вот, и уже где-то примерно в средние века, вот в этот круг, как символ квинтэссенции, духа, эфира, были добавлены восемь этих вот спиц, да, то есть такое получилось восьмеричное колесо, почему восемь, надеюсь, тоже помните, что восемь это как раз то число, которое, как бы, вот, тоже означает переход некоего количества в качество, да, то есть, ну, согласно, опять же, Библии, наш мир был создан за семь дней, то есть шесть дней работы, седьмой день отдыха, и просуществует семь тысяч лет, потом должна наступить новая эпоха, вот, ну, и вообще, вот, восьмерка, она такая, как бы, играет достаточно важную роль во многих таких аварамических религиях, например, там, в иудаизме совершается обрезание на восьмой день, то есть заключается союз с Богом на восьмой день, в христианской традиции, например, там, Богородица с младенцем, они обычно изображаются на фоне восьмиконечной звезды, то есть, там, как бы, профили вписываются туда, это тоже, ну, как бы, символ, там, мессии, символ прихода новой эпохи, это все, как, конечно, связано с восьмеркой. И надо сказать, что вот это наше прохождение по четырем предыдущим степням, по четырем сефирам, это тоже соответствовало вот этому вот алхимическому принципу Solve et Coagula, то есть растворяй и сгущай, да, то есть мы как бы, ну, не выходим еще пока за пределы четырех стихий, но мы их очищаем, да, то есть мы прорабатываем в себе огонь, мы прорабатываем в себе воду, мы прорабатываем в себе воздух, землю, то есть вот как бы то, как они проявляются в нас, да, там, меланхолию, холеричность, общительность и так далее, и так далее. То есть все это мы учимся в себе чувствовать и учимся в себе как бы исправлять, прорабатывать. Вот, и надо сказать, что эфир по отношению к четырем стихиям играет такую как бы особенную роль, хотя мы с вами, помните, говорили, что четыре стихии, они тоже у нас как бы так условно делятся на мужские и женские, то есть мужские стихии, это у нас активные стихии, огонь, воздух, женские стихии, это у нас пассивные стихии, вода, земля, но по отношению к эфиру все эти четыре стихии, они как бы пассивны, да, то есть эфир это у нас божественная стихия, которая, во-первых, объединяет эти четыре стихии, а во-вторых, она их как бы трансформирует, очищает. Собственно говоря, когда мы с вами проходили предыдущие четыре степени, то с чего вдруг огню в нас или земле в нас очистится? Нет, именно они очищаются силой эфира, то есть силой квинтэссенции, силой божественного духа. Вот, но теперь, когда после того, как уже мы все вот эти четыре стихии очистили, то теперь уже как бы настало время воспринять в себя пятую стихию, вот эту вот наивысшую стихию, и начать вот этот вот процесс, если можно так выразиться, иерогамия, да, то есть заключение божественного брака, да, потому что, как вы понимаете, дух, божественность, она существует в двух аспектах. Во-первых, это то, что в нас, то есть в микрокосме, и то, что вне нас, в макрокосме, да, вот как раз когда мы проводили вот это вот очищение четырех стихий, мы, если можно так выразиться, как раз и пробуждали вот в себе вот эту вот божественную энергию, то есть божественную энергию в каждом из четырех элементов. А теперь уже вот эта вот наша, как бы, ну, нижняя божественная энергия, вот эта вот нижняя постась духа эфира, она уже готова соединиться с тем духом эфиром, который существует вне нас, который существует в космосе. То есть мы, как бы, готовы уже перейти из, ну, такой первой степени, степени рождения в следующую степень, в степень проживания, жизни, там, заключения союза с божественным, который там может обозначаться и словами и рогами, то есть божественный брак, может означаться, как в тереме, собеседование, познание. Познание – это то же самое, что заключение божественного брака, познание со своим священным ангелом-хранителем. Вот, и поэтому, как мы увидим, когда в следующий раз с вами будем обсуждать вот этот вот посвятительный ритуал, посвятительный ритуал в степень владыки путей к вратам, то здесь, как раз, вот, ну, как бы происходит такое, как бы, соединение нижней и высшей божественной искры. Вот, ну, и здесь, кстати, также будет активно использоваться вот этот вот алхимический символизм, да, в том числе алхимический символизм будет использоваться, ну, еще и как три вот этих вот алхимических символа. Соль, соответственно, ртуть, вот, и сер. То есть это вот, как бы, там будут служители ордена, их там, жезла будут украшены как раз вот этими алхимическими знаками. Вот, и как раз, ну, собственно говоря, сейчас я вкратце тогда вам расскажу про, о том, как будет выглядеть этот ритуал, подробнее о ритуале в следующий раз, естественно, у нас будет рассказ, будет некая такая медитация. Вот, то есть, ну, начало, да, стандартное, то есть, там, кандидат произносит клятвы, что все будет хранить в тайне, доказывает, что уже прошел первое посвящение. Еще до этого, до этого, когда открывается храм, то туда как раз призывается пятый элемент, как бы дух, вот, для того, чтобы уравновесить четыре. И дальше, после, вот, как бы того, как кандидат заявляет, что он готов принять посвящение, то он, как бы, еще раз, так, кратенько, кратенько проходит все вот эти вот четыре стихии. То есть, как бы, он здесь должен, ну, подтвердить, продемонстрировать, что вот эти вот четыре стихии в нем, они, как бы, уже очищены, очищены духом, и готовы соединиться, и, как бы, готовы трансформироваться. Вот, далее, смотрите, здесь, как бы, кандидат, ну, говоря, как бы, условно, он, мы помним, да, вот это вот все там, ход, нецах, ходисов, еще ниже молкут, это все у нас проработано, да. То есть, вот, смотрите, мы, как бы, предыдущие, на предыдущем занятии прорабатывали нецах, то есть, правый столб, а на прошлых еще ход, то есть, мы, как бы, уклонялись, да, там, влево, вправо, вот, а сейчас нам надо продолжить движение по срединному столбу. У нас был вот такой важный шаг по срединному столбу, первый шаг от молкут к есот, далее мы, поинуждены были, там, уклониться влево-вправо, а сейчас мы вновь возвращаемся к срединному столбу, и вот, как бы, совершаем некую такую работу. И вот, смотрите, если мы, как бы, проработали вот все вот эти, да, вот четыре, да, четыре сефира, то потенциально, потенциально мы можем двигаться по пяти путям, но на самом деле мы не можем, вот, идти вот этими двумя путями, то есть, мы не можем двигаться пока выше, чем Тиферет, потому что Тиферет, это как раз адепт, а в этой степени мы еще пока не достигли, да, и вот как раз в ритуале это будет изображено через некие такие символические действия, будет там кандидат пытаться там пройти путем, там, коф, да, путем, там, мэм, вот, и ему будут говорить, что нет, ты еще пока не можешь идти этими двумя путями, и якобы вот этими тремя путями к Тиферет, которые, сефира, это сефира является, как бы, твоей дальнейшей целью. То есть, он должен пройти здесь, как бы, путем смерти, да, то есть... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова